Трехлетний план развития социально-экономической сферы города Тараза на 2023-2025 годы предусматривает ежегодное повышение показателей на 4-5%. В 2022 году собственный доход городского бюджета уточнен в размере 29,2 млрд тенге. Это на 5 млрд тенге больше, чем в прошлом году. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил Аким Тараза, Бахачан Оренбеков. Как известно, вопрос привлечения инвестиций в контексте экономического развития города остается в числе актуальных. В 2022-2023 годах планируется реализация 5 инвестиционных проектов общей стоимостью в 10,3 млрд тенге с созданием 855 новых рабочих мест. Значительные успехи достигнуты и в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Сегодня общее количество предприятий в Таразе составляет 36 тысяч. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» было выделено 12,9 млрд тенге. Субсидиями и финансированием охвачено 1168 проектов. В основном эти деньги направлены на поддержание и на оборотные средства этих предприятий. По словам Акима Тараза, городской бюджет направлен на финансирование расходов различных отраслей. Так, на строительство 71-го многоэтажного жилого дома в 15-м микрорайоне выделено 22,7 млрд тенге. На сегодняшний день из 42-х многоэтажных жилых домов принято 13. Остальные 33 жилых дома будут сданы до конца года. Также Бахаджан Орымбеков остановился на изменениях, вносимых в генеральный план областного центра. «При внесении корректировок в генеральный план особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре города. Мы предусматриваем капитальный ремонт улиц, реконструкцию улиц, расширение, также строительство мостов и путепроводов. Вы знаете, что количество транспорта ежегодно растет. И нам, я думаю, что пришло время нам пересмотреть полностью схему транспорта, движения транспорта по городу и организации дорожного движения в целом. Поэтому в генеральном плане этому вопросу уделено большое внимание». Сегодня в Таразе функционирует 646 спортивных сооружений, 502 из них являются государственными. За отчетный период проведено 274 спортивных мероприятия с охватом более 65 тысяч человек.